Добрый день друзья С вами сегодня по прежнему Игорь Чапалов Путешественник Пробираю сейчас одиночно в сторону Дудинки И вот во время шторма Решил немножко пообщаться с ребятами Судно Морской слон Которые направляются в сторону Города Архангельск Вот сейчас мы здесь сидим Общаемся с Артемом Олеговичем Он любезно согласился посетить наше судно Посмотреть как у нас тут все устроено Мы сейчас с ним сидим И вот хотел бы Спросить у него несколько вопросов Что касается вот этой экспедиции И планов на будущее Здравствуйте Артем Олегович Добрый день Расскажите вот пожалуйста Нашим телезрителям Нашему каналу на ютубе Вообще Что вас Сподвигло вообще На такую сложную экспедицию Откуда взялись вот такие планы Откуда взялись вот такая вот идея Что думаете вообще по этому поводу Ну тут сочинять ничего не придется Идея возникла весьма спонтанно Мы просто вчетвером 7 до 5 экипажем Однажды сидели дома у Сергея Было это поздней ночью И думали о том Что бы еще такого Достаточно рискованного совершить Поскольку был опыт экспедиции Не такого масштаба конечно Но в целом мы За активную образ жизни И обсуждая вот Как раз таки Разные идеи Которые предлагались Была озвучена идея Пройти какой-нибудь подобный маршрут То есть посетить места Именно русскую Арктику Места которые недоступны Никакими способами Кроме как по воде Либо в авиации малой Выбор мы оставили свой Остановили на парусном катамаране Потому что судно это Очень проходимое Учитывая осадку И плюс Благодаря тому что это Не твердокорпусный швердбот Его можно вытянуть В принципе на любой берег При помощи надувных катков И лебедки Которые у нас присутствуют И пока что Мы убеждаемся В проходимости И В проходимости катамарана И в качестве В целом его Такое судно Для подобных экспедиций И уверенно идем вперед Как-то вот так Наверное То есть Маршрут прорабатывался В течение двух лет Мы готовились Закупали Искали спонсоров Модернизировали Саму конструкцию Потому что катамаран Был куплен на БУшный В Нижнем Новгороде И в общем-то Спустя почти два года Нервотрепок Экономии на всем Ну и на маршруте И это не может не радовать Хорошо Артем А скажите такой вопрос Что у вас сейчас впереди Вас не пугает то Что вот сейчас Шторм идет до Дудинки А вы даже идете Просто по Енисею А там будет совсем Очень тяжело Это вас не напрягает? Ну все-таки Енисей Он не океан В океане волна намного больше В больших случаях шторма Учитывая длину корпуса Нашего 8 метров Мы на волну будем Схарабкиваться Спускаться И волны не будут маленькими Как здесь Мотор не будет выныривать Ну и плюс В океане мы делаем акцент Все-таки не на мотор А на паруса У нас парусное вооружение 24 квадратных метра И в свежий ветер Это позволяет идти За скоростью до 15 км в час То есть В общем-то В океане нам главное Не держаться близко к берегу В случае непогоды Чтобы нас не Считывал намель Идти на расстоянии Км в 5-7 И там мы вполне сможем Продвигаться галстами Продвигаться уверенно В любую погоду Артем Скажите пожалуйста Что вы кушаете вообще На вашем судне Какая у вас есть провизия Что из провианта у вас Ну На корпусе Снаружи у нас В большом количестве Гермомешки В них крупы Мука Сахар Соль Сухое молоко Сгущёнка Ну и подобного класса вещи Тушенки у нас В банках нету Тушенку нам предоставили Наши партнёры Спонсоры Компания Кронидов Стоит добавить Что это Тушенка В фольгированных пакетах То есть Это компактно Удобно Быстро разогревается Долго хранится И намного удобнее Чем жестяные банки Вот То есть Мясо у нас 60 кг Получается Таких консервов От компании Кронидов И Что ещё Ну разного рода Сладостей К чаю Чтобы не Изнывать от однообразия В виде гречи и риса Чай, кофе В общем-то ничего необычного Артём скажите Сколько вас человек И возраст участников Группы Нас 4 человека Мы все из Санкт-Петербурга Мне 24 года Сергею 25 Андрею 26 И Владиславу 21 Если я ничего не напутал Скажите пожалуйста Какая у вас связь Здесь на маршруте Будет осуществляться В случае экстренных Каких-то вещей Связь вообще с Большой Землёй Как будет осуществляться У нас спутник Ветерминал Иридиум Иридиум Пайлот Если я ничего не путаю Вот Вот это антенна Грибовидная Радиусом То есть диаметром Сантиметра 60 Примерно Такого размера Белая штуковина Которую мы вытаскиваем Точнее не вытаскиваем А достаем из коробки Кладем на спальное место Сами выходим Из катамарана На корму Потому что не рекомендуется Находиться возле работающей тарелки И в общем-то Отправляем отсчёт И делаем запрос по погоде И всё подобное То есть эта система Работает во всех широтах Параллельных Везде Где мы будем проходить И соответственно Без связи мы не останемся Ладно друзья Пожелаем тогда Нашим участникам Экспедиции Морские слоны Это я уже так называю их Потому что у них судно Называется морской слон Пожелаем им удачи Чтоб у них всё нормально получилось И чтобы они достойно Прошли этот маршрут Чтобы они выполнили Те цели и задачи Которые ставили перед собой Перед своими коллегами Перед своими друзьями Ну а пока Оставайтесь с нами И вы увидите ещё Очень много интересного Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»